Привет из Казахстана. Антон, привет. Виктор, привет. Михаил, привет. Наталья Арух. Так, Наталья, я, по-моему, хвастался вашими грушами. У вас дело пошло. Признайте, что сладкие. Кстати, груши, уважаемая Наталья, и все, кто живет на северо-западе, там, где считается, вообще ничего расти не должно, они так же, как абрикосы, боятся, как огня сырости. Извините за оптологи. Они, как огня, боятся сырости. И то, что вырастили грушу, значит, все, надеюсь, делали по моим правилам. Алексей, привет. Доценко, добрый вечер. Так, виноградов, здравия. Так, Сергей Сталинград. Вы знаете, Сергей, вот когда у меня таких, как вы, не больше пяти-шести человек, да, самых близких друзей и помощников, ведь когда-то, вот, когда нас на свете не будет не только у меня, но и у вас, мы все станем легендой, как одна семья, как одна команда. Потому что я без вас, ну и без палочки. Это я говорю от всей души и виноградову, и вам, Сергея Пащенко. Вот, еще нескольким людям. Когда-то нас всех назовут одной ратью. Вот. Привет, Белоруссия, привет, Роман, Самара, привет. Нина, вы живете рядом с этим, с виноградовым, а у него уже мое растет, и не только мое. Москва, Елена, Городничин, Лободенко, Абула. Вот, как раз, про Гинко, Людмила Абуковская, прочитайте. Ну-ка, ну-ка, Гинко, Белоруссия, растет в Дендраорсаду имени Шредера, Москва и Ботсаду, Петер, рядом с Теплотрассой. Гинко, очень пластичная. Так, Людмила, откуда вы все знаете? Что сказать? Мне приятно, что у меня такие соратники. Так. Вологда, привет, Иркутска. Сделал прививку вашего королевского абрикоса на сенец, косточку брала у друзей. Прививка сделана внизу, на боковой ветке. Штамп сенца, как поступить, обрезать, штамп переоставить. Около метра, это, скорее всего, опечатка. Штамп уже около метра, наверное. Наверное, вырос на метре, я так понял. Наверное. Там сенца. Вот, прививка на боковой ветке. Я ничего сказать не могу, пока я не увижу фотографии, причём не одну, со всех сторон, сверху, снизу. Извините, я ничего сказать не могу. Обновлённый каталог черенков будет. Да, я об этом начал говорить, но, по-моему, не закончил. Весь ноябрь обещает тепло. Халтуры не будет. Пока дождусь минусовой температуры. И тогда специально предупреждать. Ну, может быть, нескольких тех, которые обещал специально, вышла каталог. А так, ну, куда вы денетесь? Сами найдётесь. Но это может быть... Обычно это середина ноября. Черенки мелбы будут? Нет, не будут. Вот. Черенков мелбы не будет. Так, по мнению Боднера Зайлиска, лучший поздний сорт, как вы считаете? Да, между прочим, это я. Вы, наверное, это узнали от меня. Боднер, я... Есть вещь, которую я запоминаю на мертву. Пощение Боднера. Он называет десяток сортов. И говорит, вот они у меня такие яблони растут. В том числе Зайлиска. Он говорит, моими... Это я цитирую с... Его там 15-20 летней давности. 20-летней давности Боднера. Зайлиска, это зеленое яблоко. И оно хранится в погребе до весны, его слова. И пока Зайлиска не съест вся семья, к остальным зимним не подступается. Вот. Ну, потом оно выросло уже, это самое... Я не знаю, от меня, не от меня. Полу Чернобаева. Он считает, да, одно из лучших. Тоже считает. Вот. Ну, а мне после пожара теперь только обрезаться приходится. Я не всё восстановил, потому что первый пожар был в 2005-м. А второй, который уничтожил всё, что я по-новому успел там привеять, там... Восстанавливались дички. Вот. Здесь под низу полезли. Я, наверное, давай их прививать. Через три года дожгли его до конца. Вот. И, получается, Зайлиска у меня нету. Вот. Так что, доставать... Ну, спрошу у Чернобаева. Будет. Может, режет десяток черенков. А, сейчас он же мне продиктовал. Сейчас скажу. Вы всё-таки ждёте от меня реальных слов. Так. Бифер Китайку. А, во! Зайлиска есть у него. Хотя бы десяток найдёт. Десять-двадцать найдёт. Бифер Китайку он мне нарежет. У меня есть два его дерева, Бифер Китайки. Вот. Но я придерживаю такого принципа. Это, как хотите называть. Черенок стоит 150 рублей. Но я предпочитаю вам продать черенок из сада Чернобаева. А свой всё-таки не трой. Вокруг бушует рак. Вот. Я у себя режу, только когда совсем подступает эта, как называется, нужда, что ли. Представь себе, нужда у человека, который зарабатывает не меньше миллионов в год. Так бывает. Так. Формел и лимонка. Лимонка яблона скромная, но он так был удивлён. Представляете. Взял, там несколько сортов принёс на выставку. Там было строгое жюри. Там её вот так внимательно все распробовали. И лимонка заняла второе место. Ему вручили набор столовой посуды или столовых ножей. Вот. С тех пор он завожал. И я завожил. Ну, я, конечно, считаю, что Квинти имел бы это лучше. Лимонка, она немножко лимонка. Но, тем не менее, второе место на это. И соден. Так что, кому повезёт, тому, кто закажет. Так, из этих. Он мне продиктовал по телефону рыжие. Но это разновидность воины. Вот. Но он считает, что на слаще. Ну, так считает. И он специалист. С Казахстана. Так. Филиппио позднего суперсорт. Бай суперсорт. Скороплод. А, и дальше груши пошли. Скороплод. Нет. А, скороплодный Мичурина. Скороспелка. Скороспелка Мичурина и Ефимова. А у меня, кстати, ни Скороспелки, ни Ефимова. Единичное подошение не счёт. И ещё вишни. Жуковская. У меня деревья старые. Ни одного не могут срезать чернка. Так. Мраморная. А, нет. Мраморная у меня своя есть. У него нет. И ещё. Весми. Надо утащить. А, погодите. Это же вишня. Пятища вишневого. Жуковская. Жуковская это. Ну, Владимирская. А, Владимирская. Владимирская. Владимирская и Жуковская. Вот это я с него стряшу. Потому что у меня их нет. У меня есть в Сибири, скажем, там бывает. С генами черешни. Но там такие. Они так не хочут ветки давать такие. Сразу. Плодовые. А вот чтобы длинное русло не даёт ничего-то. Так. Всё. Вот это всё, что он даёт. А что я предлагаю. Вот. Почти полный набор груш сладких. Есть 15-садовый. Так. Абрикосы практически все. Начинаются. Вот хитрая. Раз уж это. Вы меня тут видите как. Первый раз так мало писем. Первый раз. Вот. Что я говорила. Мы можем тебя долго до бесконечности. Тогда вы должны знать что. Абрикосы. Абрикосы. У меня есть практически все. Плюс отдельно будет. Смотрите. Ассорти манчжурских абрикосов. Для будущих селекционеров. И для тех, кто потом с них получит семена. И уж там. А семена с них уже будет по принципу. Каждое. Дерево это. Оно уже прошло путь в вегетативной гибридизации. То есть. У меня есть одна особенность у них. Сиенцы. Ну какие. Раскрывать тему не будут. Но уже потом. Когда у вас кошечки появятся. Каждая кошечка будет. Так же как я рассказывал про химеры. Если не сортов. То сортов образцов. Потому что. Вот она необычная. Но еще закреплять надо. Вот. Пожалуйста. Поступайте в институты. Вас там ждут. И институт. Скажите пожалуйста. Если бы вы пошли работать. В этот самый. Например. Агрономом. В Минусинск. В Шушинске. Или в Абакан. Агроном. Это все наука. Чистая. Сколько бы вы платили. Агроном. Ну. Новичку. Ну. 1015 наверное. 1015. Ну. Еще как молодой специалист. Я могла бы что-нибудь получить. Но я к сожалению уже вышла из. В категории молодой специалист. Если тебе уже больше 30 лет. Ты уже не считаешься молодым. Все понятно. Короче говоря. Зубы на полку. 1015-20. Так вот друзья. Рядом со мной сидит человек. Вы видели ее результаты. Вы знаете какой у нее уровень. И научный. И любительский. Я ей сказал. Где бы не работала. Как бы не работала. Свой личный питомник. Ты сейчас сразу. Это для начала. Вот. Сегодня. Завтра мы едем. Собирать семена груш. Я оставил. Так. В холодильнике для нее лежат. Семена. Эти. Сибирок. То есть. В виде плотиков. Диких. Ранеток. Так. Потом. Специально. Именно подвоенные. Китайки. Красносиния. Тоже для вас. Не пожалею. Так. Абрикосы. Абрикосы вы запаслись еще в прошлом году. Или в этом. Никто. Запаслись. Так. А. Я вам последнее ведро отдал. Так. Теперь. Это я говорю для всех. Любой из вас. Из этих 500 человек. Может через несколько лет. Похвально через 2-3 года. Чтобы торговать саренцем. Если у вас даже нет маточного сада. Есть возможность ссылаться на меня. Вот. И говорит. Зубдаю. Это железовский. Вот так. Это 2. Теперь. Значит. Заниматься селекцией. Когда. Любая ветка. А. Я. Мичуринец. В этом плане. Что. Расшатана наследственность. Настолько. Что. Когда я вам ветку. Продаю. Уже ветку. Вот. Мы же говорим сейчас. Про этих. Про. Про будущих. Привальщиков. То есть. Не будущее. Многие уже умеют. Так. Или умели. Расшатанность. Такая. Что. Когда. Две ветки. Пришлю. И на обоих. Будет написано. Академик. И. Когда вы. Приверите. Вы. Получите. Разные. Коды. Когда. Два. Королевская. На них. Будут разные. Коды. Вот. Тут. Я. Сто процентов. Мичуринец. Если бы. Я. Все это. В своем саду. Не увидел. Дошел до того. Не. Не. Подношение. На. Бирки. Не. Гляжу. Смотришь. Что. Что. Там. Выросло. Подвой. Мама. Привык. Папа. Сыночек. Ни. Мама. Ни. Папа. Это. Интересно. А. Если. С. Косточки. Начать. А. В. Них. Уже. Перешла. С. Эти. Которые. Сыночек. С. За плодоносим. Он. Уже. Сам. Свою очередь. Дал. Плоды. Вот. Тут. Ребята. И. Вот. Это. Единственное. Место. Вы. Знаете. Чтобы. Сохранить. Сорт. Должны. Моносады. Что. Такой. Моносад. Здоровье. Будет. Если. Сам. Себя. Пыляет. Или. Это. Самое. Вот. Бесполезно. Моносад. Ну. Как. Сохранишь. Когда. Антоновых. Уже. 20. Как. Сохранишь. Апорт. Когда. Апорты. Это. Самое. Назарбаев. Сказал. Ищите. Апорт. Апорты. Королы. В Казахстане. Нет. Вот. Вот. Пожалуйста. Ну. И. Наконец. Что. Там. Бывал. Волочные. Вишни. Ну. Вот. Матвеевы. Взялись. Волочные. Худо. Бедно. Конечно. Дорого. не продашь. Ну. Они. Жаль. Они довели. Дополнодавшим. Они убедились. Что. Мои вещи. Действительно. Вкусные. Ну. Практически. Сладкие. Они. Научились. Выращивать. У них. Прекрасные. В горшочках. Эти. Саженцы. Вот. А этим. Может. Кто-то. Заниматься. Допустим. Один. Кто-то. Семен. Семен. Вот. Еще. Что. Продолжить. Там. Много. Что. Прочитаем. Давайте. Так. Выше. Выше. Зимена. И. Да. Вот. Зимена. А вот. В этом году. Мой. Рекорд. Яблоня Рождественская. 352 грамма. Худз. Посадила. В 2014 году. Талопер. Так. Посадила. В 2014. В 2020 году. Зимена. Зимена. Пожалуйста. И первый урожай. 352 грамма. Ну. Это. Неплохо же. Неплохо. Да. Настолько неплохо. До Сибири. До Сибири. До Сибири. Да. Смотрите. Яблоня Рождественская. Иркутская. Ну. Пусть она уступает. Там. Допустим. Регулевскому. Или этому. Или Голдену. Но. Среди. Сибиряков. Наверное. Это рекордсмен. Среди Рождественских. Короче. Рождественская. Фотографии. Крупный план. Раз. Полностью дерево. Два. На этом самом деле. Прочитаете. Что пишет. Дерево сформировало в первый год. Больше не режу. Не. Это про технологию потом. Мне нужны фотографии для особой папки. Которые называются. Рекорды. А я говорю. Мы сибиряки должны обойти Европу. Вот ваш этот. Гирька будет. Вот тут. Вот вы представляете. Козелу с этим самым. С Макаровым. Скоро нас это. За поездку. А у вас. 350 грамм. Это. Да ну. Практически такое есть. Ну это на этом. Сколько здесь. Ну 36. 380. Вы представляете. Что вы выросили. Короче. Надо это самое. Грязанку им называть. Вот это самое. Возмущаться. Что мы об этом не знаем. Так. Всё. Вы на заметке. Дерево 41 год. Больше не резало. Это здорово. Так. Другое название. Гинго. Серебряный абрикос. Гинго. Мы живем в России дома. Как бонсай. Единственная реликта. Берём на земле. Ну как бонсай. Это оно не интересно. Вот пусть его покажут. Как оно перезимовало. Где-нибудь в Сибири. Как бонсай. Это оно. Конечно. Что ему дома-то не жить. Конечно. Пусть живёт. Так. Соловьёв. Как сохранить черенки. Если их в ноябре. Почему я говорю в ноябре. Вы можете. У меня приобрести. У меня хранение. Идеальное. Так. Если уж себе не верите. Приобрести в декабре. В январе. В феврале. Но только не в марте. В марте даже могут проснуться. Попав в тепло. В марте. Попав в тепло. Просыпаются первыми. Черешни. Вторыми. Абрикосы. Причём. Светочки почки. А у нас. У всех приростов. В адрикосах. Кто не знает. Прирост последних годов. Всегда. Всё до самых и худших. Всё цветочки почки. Чуть. Достаёшь. Не успел. До 10 дней. Или 5 дней ехать. Даже 5. Смотришь. Проснулись. Их нужно немедленно приводить. А бывает как. Оно едет. А там снова снег. Закрыл. Вот так бывает. Знаете. Даже после массовой температуры. Вдруг минус 20. Пурга. Такое. Творится. Это себе. Ладно. Не только себе. Короче говоря. Или вы ждёте. Пока вам долежат у меня. Почти до весны. Но не позже февраля. Или всё-таки выписываете. Храните их в толстых полиэтиленовых пакетах. Можно в тонких. Но тогда не меньше трёх. Любой полиэтиленовый пакет пропускает. И в воду. И в воздух. То есть они высыхают. Или намокают. Попробуйте в пакете. Положите. Вы видите, что там будет сыро. А значит погибнет. А так. У меня допустим они толстые. Толстые такие. Или вы толстые самые найдёте. Мешки. Вот эти мусорные. Самые толстые. И в них храните. Так. Потом. Мало того, что хранить. Есть вариант под снегом. Там мыши. И там такая опасность. Я один год хранил. Потом проклял себя. Потому что весной. Это. Ну. Итог. Рассказывать. Короче. Опасно. Погребы. Мыши тоже есть. Надо ещё умудриться. От мышей защититься. Сеткой. Подвешивать их. Как я подвешиваю на крючках. Вот. Специально под потолком. Даже так. Вот. И. Они могут чуть-чуть подсохнуть. Потому что в мешке в этом полиглене тоже хватает воздуха. Могут чуть-чуть подсохнуть. Потом обнажить торцы. Освежить. Срезать садовый варк с торца. Поставить в холодном помещении. В тёмном помещении. Чтобы не проснулись. На одну ночь в водном. Весной. Клая весной. Утром. Если совсем пересохшая. Там 2-3 дня надо. Такое бывает. Уже высох. Вот такое. Вот такие они. Вот. А если более-менее нормально. Хватит до одной ночи. И тогда. И тогда привайте сразу после лобочки. Вот. Если это коротко. Можно хранить в холодильнике. Но в холодильнике самый сухой воздух. Какой можно представить себе. Я помню даже. Ставил вот эти тарелки с водой. Чтоб там хоть чуть-чуть. Возу был. Чуть-чуть повлажнее. Потому что были тонкие мешки. Политилен. Но я не знал, что они пропускают. Возу и воду. Высыхает прям в пакетах. Хотя температура нормальная. Минус. Ой. Плюс 2. Плюс 3. Так. Ну что. Пишет Тимур. Северная Карелия. В Карелии. В Карелии. Дело лучше в Сибири. Но я бы в Карелии сад был вырастом. Но повозиться бы пришлось. Так. Подождем, что Тимур напишет. Время у нас достаточно. Вот. Время достаточно. А что же такого сказать? А хотите, я вам на последок совет дам? Я не всегда его следовал. Но стало легче, когда я его последовал. Вот. И среди нас очень много людей, которые имеют потенциал. Имеют потенциал биополе разного размера. Разные окраски. Разные пульсации. То есть, разные длины волны. Вот. Наше биополе нас защищает. Но не всегда и не от всех. Вот. Отсюда есть возможность нарваться на... Хотя сейчас поймете, почему я говорю. На донорах. И вам будет рядом с ним очень комфортно. Очень невероятно. Можно нарваться, наоборот, на этого самого... Как их зовут, который кровь-то пьет. На вампира. На вампира. Но вампира именно тоже... То есть, не кровь, которая пьет, а ваша энергия. Энергетическая. Да. Вот. Самая опасная работа у массажистов. Они вот сейчас, мои знакомые один за другим, в относительно молодые уходят из жизни. Они не знают этого. А я знаю. И теперь единственная возможность уберечься. То есть, комфортно живите с такими людьми. Некомфортно не живите. Но имейте в виду, образ жизни самый главный. Всегда со всеми быть абсолютно приветливым. И даже с тем, кто вольно-невольно наступил на мозоль. Вот. Не желать смерти. Не желать там... Не проклинать. Потому что... Я сегодня настолько опасный, что... Это самое, что замахнуться этим самым... Какой-нибудь этой... Спичкой, спичечной палочкой. Как двухметрового гиганта. Образно говорю. Вот. Самое главное, чтобы в ваш адрес не было никаких проклятий в этой жизни. От счастья проклятий вы не спасетесь никогда. Вы будете болеть 30, 40, 50 лет. У вас будет рак. У вас будет это самое. Все, что угодно. Вот. У вас будет нарушена психика. Вы их даже не будете не знать. Только потому, что 100 человек, которые вы живете, одного случайно задели, а его проклятие для вас стало. Если не смертельным, то таким болезненным. Вот. И именно раньше всех поняли это японцы. Вот это вот их образ жизни. Вот такой... Их постоянная внешняя благожелательность. Отсюда и срок жизни. Мы всегда будем умирать 50-60 лет. Только потому, что мы не научились прощать. Мы не научились желать другу искреннего здоровья. Вот. И насколько меньше было бы даже врагов, если вдруг оказалось, что мы первые сделали шаг. Вот. Чтобы не было, как в том анекдоте, это самое... Чего ты подруга ж не это... Ненавидишь ее? Я не помню. Но я все равно не прощу. Вот. Вот это я хотел сказать. Благожелательную отстановку вокруг создадите и дольше поживите. Бывает нелегко улыбаться сквозь зубы. Ну, еще уже тогда со всеми процессами. Болит голова. Вот. Улыбайтесь. Пройдет. Заболел голова? Постарайтесь через силу улыбаться. Хоть вот так. Увидите, что будет. Так. Теперь. Тимур. Правильно я понял, что можно заказать, оплатить, а вы их можете отправить позже. Нет. Почти так. Боюсь позже сделать заказ. Дело в том, что я живу одним днем. Я никого не третирую. Я никого не пугаю. Я никого не зашугиваю. Я говорю так. Сегодня заплатили, вы сказали сразу. Если у меня нет возможности, я деньги не беру. Возможно, что я боюсь того, что я, возможно, взяв деньги, никогда не получите ни денег обратно, ни тенку. Все бывает. Поэтому это мой принцип. Да. За это время другие разберутся, потому что, ну, что он меня это сказал? Это самый, Чернобаев, вот его список, да? Но мой-то побольше будет. Этих 10, этих 5, этих 20. Конечно, после Нового года будет уже, груш будет много, абрикосов будет много, слив практически не будет, персиков будет много. Видите как? То персиков почти не было, зато слив более. Я сливы, вот спрашивают меня один, да откуда я их возьму-то? Я их угробил своими руками. А угробил, потому что деньги нужны. Мне, чтобы помогать людям, миллиона не хватает. Я что могу сделать? Стыдно завтра будет, глаза свои. Я ни одну собаку не отпустил без куска мяса. Подходит чужая, любая, виляет хвостом. Я не могу, мне стыдно. Вот, тут же ближайший магазин. Но это такого образа, отненачно, что это вообще должны всех собак кормить. Тогда их будет столько, что они нас съедят. Я просто хочу сказать, что все получается так. Надо просто набраться терпения и ждать середины ноября. Первые 23 человек я обеспечу полностью. Может быть, кроме слив. А так практически полностью. Вот. А там уже, кто будет опоздал, тут, конечно, будет локти кусать. Но это уже декабрьские, будут январские. Ну что, все, наверное. Ну, последний еще. А, термин зонорискованное земледеление придуман кем-то в нашей бывшей советской стране с целью оправдать невежество. Совершенно верно. И нигде не применяется. Нет, зонаорискованного земледеления есть. Это вся страна у нас. Вы посмотрите. Он пишет, и нигде более в мире не применяется. Ну, она пусть не применяется. Но, знаешь, он неправильный терм. Он совершенно правильный. Он совершенно. Один год сверх урожая зерновых, да? Половина сгнивает. И на элеваторе, и до элеватора, так? Вот. Нет таких мощностей, нет этого самого. Он сгнивает. Вот она рискованная. А другой год у нас что? В Кокасе курса нет? Снегом накрыло опять. Все зерновое накрыло снегом. Я знаю у нас тоже. Что? Надо молить Бога, что ли, что это? Чуть раньше бы собрали. А кого сейчас? А до этого были дожди. Выехать в поле нельзя было. Потом дожди кончились, можно было выехать, снег выпал. Чем не рискованная земледельная? Вот она и есть. Все правильно, а у других местах. Мы самая северная в мире страна, посмотрите на карту. За нами Ледовитый океан, полюс. Мы и есть самый северный. Если есть Норвегия, Швеция, Финляндия, они тоже забрались за полярных рук залезли. Так у них же Гольстрим греет. Ко мне с Мачегорска приехал командиров, когда я работал на Викином заводе. И от него узнал. Так же Мачегорс, так же заполярик. Здесь 15, здесь все. Как заполярик? Вот так. Это потом я начал разбираться, откуда ветры дуют. Так, ну что, разобрались зоны, и сколько завредили. А это, с целью оправдать, да, этим можно всегда оправдать. Но у меня не каждый год бывает урожай. Но дело-то в том, что, как у меня было. Да, деревья не искалечены, но убило заморозками урожай. Ну, как урожай? Ну, большую часть. Ну, есть же поздние сорта, есть ранние сорта, так. Значит, все равно остался с априкосом. Раз. Значит, есть в этот год, по сути, что получилось. Никогда не было такого. И Чернобаев хорошо зарабатывал. А тут 5, 10, 20 где-то. И все, весь список. Вот. А почему? Константин, ты представляешь, беда-то какая? Такое урожай приросту не дали. Опять беда. Ну, пришлось ему эти груши тащить 15 тысяч заработал на рынке. Но он бы на вес как бы больше заработал у меня. Являясь моим этим, как-то, сообществом. Вот так, друзья. Так, ну что, вопросов больше нет. Я собираюсь с вами прощаться. Здесь есть каталог семян. Я что интересно, да, на второй день от силы 1-2 вопросы зададут. 1-2 от силы могут даже заказать семена. Но это и все. Мы держимся на том, что сейчас ждем тоже зимы. Нам надо зарабатывать хотя бы на стенках садоводства как шагренивая кожа. Потому что в советское, не советское, постсоветское время, уже когда нищета была, все, не знал меня Россия, знал вначале только Саногорск. Покупали у меня саженцев больше, чем сейчас. Вот, потом хуже, хуже, хуже. Знает вся Россия. можно высылать и саженцы, и черенки, и косточки. А все хуже и хуже. А виноваты знаете кто? Рынок забитый. Зачем напрягаться? 170 рублей. Это получают полбутылки водки, да? Две бутылки пива. А тут саженец. Вот, а значит, что... Главное, что это непрекращающийся бизнес. В этом году посадили, на следующий год умерли. В следующем году опять купили. Конечно. 170 рублей это не жалко. На следующий год замерзло и опять купили. Да мне обидно другое, что руки опустили всех, кто раньше этим занимался. Старики ушли на тот свет. Я их уже считал штуками, извините, пальцами, а сейчас уже десятками, сотнями. Все, поколение, у меня адреса, телефоны, все, вот, полно, все это, сколько общений было, все, все, теперь только крестики осталось ставить. А этих-то, все, других-то нет. А люди смирились, на даче шашлыки жарят, а полную дачу брошенную. Какое у нас заброшен дачу богатство. сколько бичей кормится, сдавая все, начиная с малину, смородину. Абрикосы не каждый год. Там ученые должны пастись, а не бичи. На рынке нет, нет, встретишь такие же абрикосы, как у меня. Ну, правда, практически уже перестали, раньше-то было. А откуда? Ваше дерево, че дерево? Филиппио, а это че? Ваше, а это Филиппио, а это ваш? Вот. Было же. А сейчас тошнит только от этого. Двадцать разу встречал груши роскошные. Да и все, пожалуй. До свидания, друзья. До свидания, всего доброго. Теперь ждем следующего понедельника. Меньше нас не становится, больше не становится. Вот. Та же просьба. Вот все-таки будете рассылать мои эти ролики по-разному там, где учат людей убивать деревья. Переломить надо. Все, спокойной ночи, я отключаюсь, как называется трансляция. Та же, все-таки кто-то это ль. Это Субтитры создавал DimaTorzok